Привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать про SARMA. Селектив андроген рецептор модулятор. S-A-R-M. Нигде не встречал расшифровки на английском языке. Везде пишут SARMA, SARMA. SARMA с латиницей или SARMA по-русски. Да, называют их селективные регуляторы андрогенных рецепторов. У всех были хорошие положительные оздоров. Далее, почему я к SARMA отношусь действительно положительно в плане их эффективности? Мы, дорогие друзья, очень много было скандалов в мире, серьезных, допинговых, связанных с SARMA. Это знаменитый боксер Паветкин. Он был отстранен от боя. Так веселся. Вначале трезвенький, полтора часа проходит, он уже третий бокал пива, а потом четвертый, не знаю, он уже больше наворачивает, уже глазки блестят. Бат Сашка, международный Зарябов, прикиньте. Сейчас такую виду, присидел с белыми пятами, может быть, потом надо смеяться. Привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать про SARMA. Селектив, андроген, рецептор, модулятор. S-A-R-M. Нигде не встречал расшифровки на английском языке. Да, везде пишут SARMA, SARMA. SARMA с латиницей или SARMA по-русски. И, да, называют их селективные регуляторы андрогенных рецепторов. Коими эта группа веществ и является. Мне часто задают вопрос, вообще работают они или нет, эффективны, неэффективны. И что я про них думаю, пробовал ли я их сам. Ну что ж, постараюсь по порядку ответить на все эти вопросы. Давайте так, начну. Так, как всегда, я обычно говорю, у меня не только знания, скажем, научные, но и очень много эмпирических, полученных на личном опыте. И, кстати, SARMA этих знаний нет. Я SARMA сам не употреблял. Мы делали эксперимент, реальный эксперимент с моим партнером. Он принимал SARMA, связку из трех препаратов. Зачастую SARMA применяются связками. От двух до четырех препаратов в одном, так скажем, курсе SARMA. И результаты были отличные. Был действительно мощный прирост мышечной массы, был прирост силы, выносливости. Он все это отмечал, это было все видно визуально. Поэтому много спортсменов использовало, моих знакомых, людей, которые приобретали SARMA. У всех были хорошие положительные отзывы. Далее. Почему я к SARMA нахожусь действительно положительно в плане их эффективности? Мои дорогие друзья, очень много было скандалов в мире, серьезных допинговых, связанных с SARMA. Это знаменитый боксер Паветкин был отстранен от боя из-за допинг-скандала с применением SARMA. Это российские пловцы, пловец, ну то, что я знаю, биатлонистка, многие бойцы ММА. Если честно, то я, к сожалению, конечно же не помню, не знаю имен всех атлетов. Я просто вам так, как пример, так скажем, зачитаю, чтобы вам было понятно. На листик выписал, ничего уж обманывать. Ну правда, я не знаю, что. Паветкин в 2016 году был скандалов в бою. Владимир Дечинский, это пловец, 15-й год. Светлана Слепцова, биатлонистка, чемпион в тяжелом весе ММА, Джош Барнетт. Или Бернетт, или Барнетт, не знаю правильно, в 2016 год. Обратите внимание, почти все атлеты были дисквалифицированы в 2015-2016 году, потому что именно в этот, незаболно до этого момента, были препараты эти запрещены Всемирной антидопинговой ассоциацией. То есть вата их запретила. После этого в России, кстати, ассоциацией запретили в принципе, как сильный действующее вещество. Но большинство же сармов находятся вне запрета. Они не запрещены, продаются в прикольные препараты. Хоп! Магия кино. Ну, стол есть, он пустой, это некрасиво, поэтому я решил поставить три баночки. Это не просто сармы, тут радарин, ибутраморен, и лигандрол. Вот. Такие препараты, на самом деле просто для красоты, даже не буду говорить их на бренд. Просто так симпатичнее, я думаю. Интересный момент. Действительно, по ряду сармов есть клинические исследования, есть доклинические исследования. То есть эти продукты разбирались. Зачастую говорят о полной безвредности этих препаратов, о том, что как раз их селективность, воздействие только на определенные органы мишени, на мышечную ткань, либо на клеточном уровне увеличения, если не ошибаюсь, от, как раз, от радарина, увеличение количества митохондрий, тем самым повышение энергетики, выносливости организма. Эта селективность позволяет избежать побочных эффектов. Так говорится во многих исследованиях, но в действительности мы не видели долгосрочного применения этих препаратов. Мы видели исследования, там, увеличение саркопении, возрастной, увеличение мышечной массы, улучшение структуры, костной структуры у людей при применении определенных видов селективных регуляторов андрогенных рецепторов, что по исследованиям говорит о действительно их высокой эффективности, но при этом об отсутствии серьезных побочных эффектов. Зачастую говорится, что при грамотном использовании их можно полностью избежать, хотя на личном опыте я видел, что дуга падает, что выработка, собственно, тестостерона падает после отмены сармов у людей. Я не видел увеличение печеночных показателей выше нормы, точнее выше норм от повышенной физической нагрузки, то есть скачков ферментов печени у людей не наблюдалось. Не наблюдалось плохого самочувствия, наблюдалось увеличение у ряда людей давления, что, возможно, связано с увеличением мышечной массы, тем самым давление поднималось, видимо, влияет в определенной степени на задержку жидкости. Каким-то образом, не могу судить по какой причине. В любом случае жидкость нужна для всех процессов, для роста, может быть, это было этим обусловлено. Что ж, я подведу итог по сармам. Безвредны ли сармы? Самый частый вопрос. Я думаю, что нет. Я считаю, что у всего есть своя цена, в большей или меньшей, но все-таки я бы не стал говорить, что сармы полностью безвредными являются. Конечно, я не знаю, в чем именно может проявиться их негативные последствия, но точно скажу вам, что они должны иметь определенного действия на организм. Второе. Есть ли после них откат? Да, есть. И самое интересное, что откат быстрее, чем от фарма. То, что я видел на людях, и лично на подконтрольном мне эксперименте на моем партнере, действительно, он сказал, что буквально после отмены, они быстро включились, буквально на пятый, наверное, седьмой день он уже чувствовал прилив энергии. Но при этом, и после отмены, буквально на третий день, он сказал, что все начало куда-то пропадать. То есть эффект отмены у них весьма оказался серьезным. Что, наверное, делает их не особо интересными для профспортсменов, потому что профспортсменам нужно закрепить результаты после отмены препаратов, так как нужно подходить на турниры чистыми под допинг-контроль. В данный момент я не вижу ни одного препарата, кроме гормона роста, который позволяет подойти до под допинг-контроль чистым. Попасться можно только день в день, если проедет к тебе вада с проверкой. В остальных случаях реально можно с гормоном роста под допинг подвестись на изи. Далее, применение мужчинами и женщинами. Возможно, тут нету гендерных отличий, возможно, применение и мужчинами, и женщинами. Различные дозировки, они все выстраиваются в соотношении с весом человека. Тут не вижу серьезной разницы. Единственное, не забывайте, что у каждого сарма, в таком селективной, есть свои функции, почему их сейчас и сочетают, и не забывайте узнать, зачем же нужен определенный препарат. В противном случае просто можете. Можете желать подсушиться и стать выносливее, а получите по итогу увеличение мышечной массы. Что, может быть, для вас не будет желаемым эффектом. Каких видов спорта могут они использоваться? Да, во всех. Во всех. Потому что и цели, и задачи поставлены между разными продуктами разнообразными. Это серьезно отличает сармы от классических анаболиков. Классические анаболики, так скажем, бьют по воробьям из пулемета. У них и побочки неконтролируемые, и эффект у всех людей разный, в зависимости от организма. Поэтому тут сармы тоже интереснее. Хотя сармы, видите, я с другой стороны сторонник классического применения препаратов. Хотя воспользоваться сармами у меня есть желание. В частности, оно появилось сейчас, после записи этого ролика, и, возможно, пару баночек я сейчас для себя оставлю, и потом поделюсь с вами уже тем, как это отработает на мне. Где приобрести оригинальный сармы? Вопрос частый. Ну, понятное дело, что, во-первых, в интернете. Гарантировать отвечать за кого-то я не могу. Наверное, только могу порекомендовать сайт genetic-derifiz-shop.ru. Там эти продукты тоже будут представлены. Либо это может быть любой магазин или продавец, которому вы доверяете. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Если вам интересна тема сармов и какая-то более расширенная информация по отдельным продуктам, пишите это в комментариях. Ставьте палец вверх. На основании ваших комментариев я решу, может, записать действительно отдельные выпуски про каждый продукт. Если вам лень почитать, то мне никогда не лень для вас подать новую информацию, которая может вам полезна. На этом я прощаюсь. Всем пока, друзья. Всего доброго. Крепкого здоровья. Не забудьте на колокольчик нажать, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!